Всем доброго времени суток, с вами Соб, и мы продолжаем наше выживание на Марсе. Это игра Surviving Mars, и прошлые две серии у нас были достаточно интересные. В одной из этих серий мы потерпели катастрофу, так как я продал практически всю еду, сам дурак знаю. И в прошлой серии у нас в начале был метеоритный дождь, соответственно была катастрофа. У нас практически, мы проверили на прочность, грубо говоря, нашей коммуникации. И по всему выходит, что в общем-то, кроме того, что у нас бывают большие утечки, из-за пробития, коммуникации наши работают и, в общем-то, восполняют ресурс. Но, также из-за голода у нас вымерла в прошлой серии практически половина нашего населения. И после этого мы не можем заказать с земли новых пассажиров, потому что они очень в маленьком количестве, как бы добровольцы, в маленьком количестве к нам присоединяются, из-за гибели почти половины колонии. Но, вот также в прошлой серии мы с вами наконец-то построили шахту Махаровичича, которая нам приносит примерно 50 единиц металла обычного и 20 единиц редкого металла за солу. Это отлично, потому как у нас исчерпался источник, ну, не источник, а залежи обычного металла. Здесь вот у нас они были. Это привело к тому, что у меня появилась большая нехватка в обычном металле. И мне приходилось каждый раз отправлять наш транспортер на добычу, то есть сбор с поверхности Марса этого металла. Также в прошлой серии мне повезло, ну, не то, что повезло, мне облегчило жизнь то, что мы изучили, наши ученые изучили, наконец-таки, искусственный интеллект самоходных машин. И теперь эти наш ДУ-транспортер сам ездит по поверхности Марса и собирает ресурсы. Выгружает он их на ближайшие склады, универсальные, будь то обычные склады. А уже шаттлы перевозят все это, перекидывают все это с одного склада на другой. Так, ну что, продолжим заниматься. Также мы начали заниматься тем, что выселили два купола, которые нам больше здесь не нужны, так как здесь исчерпались все залежи и редких металлов, и дорогих металлов. И теперь у нас задача простая, заселить вот этот купол и начать массовую добычу массовую добычу редких металлов. Что ж, у нас здесь 40 свободных мест. Давайте посмотрим, что у нас есть на земле. Так, у нас сколько? Грузоподъемность ракета 22, подходящие добровольцы 12,32. Так, доступные места в колонии 190. То есть, в принципе, вот эти 12 человек, это всех, кого мы можем забрать. Да, одного геолога, одного инженера, трех без профессии. Ну, я думаю, что нам стоит это сделать. Давайте забирать всех, кого возможно. Потому что у нас вот в этом бункере всего 8 человек живет. Но я думаю, что мы будем этот вопрос решать еще одним образом. Наверное, во-первых, мы сейчас сократим добычу, точнее, закроем месторождение, где меньше ресурсов у нас. Вот этот, да? Мы его про запас, так скажем, оставим. Этот мы выключаем. Они сейчас, все геологи, перейдут работать сюда. Да, это хорошо. Также я так предполагаю, что у нас этот центр управления дронами, да, он достает спокойненько сюда. Соответственно, швак они будут вывозить сюда. Так, ну, на обслуживание этого купола нам потребуется, наверное, только давайте здесь еще построим склад еды, чтобы наши дроны могли возить сюда еду. желаемое количество поставим 20 единиц. Сейчас эту задачу будут выполнять шаттлы и дроны. Здесь такое количество дронов больше нам не требуется, я так предполагаю, потому что у нас здесь большой склад бетона, да, у нас здесь большой склад металла, да? Да. Интересно. А зачем он нам здесь, этот большой склад металла? Наверное, больше не нужен. Но пока пускай здесь находится. Так, а в этих куполах мы сделаем следующее. Пока мы вот этот купол отключим вообще, он нам пока не требуется. И этот купол тоже мы пока трогать не будем, я думаю. В какой причине? Ну, наверное, по причине того, что мы планируем в этом куполе делать в дальнейшем электростанцию, да, чтобы наши солнечные панели не страдали от грязи и тому подобных вещей. Так, у нас здесь бетона нету совсем, да? Давайте, наверное, заставим сюда перевести бетон. Нет, ну, 800 много. Сколько у нас его? Всего 1000, да? Давайте половину сюда пускай перевезут. Шаттлами. Так, ну и что ж, будем, значит, наверное, мы с вами восполнять потери. Восполнять потери мы будем с вами следующим образом. Здесь у нас почему-то биологи работают, да? Так, 5,8 единиц, а здесь 10 единиц при нынешней заполненности, да? У нас здесь инженеры есть, да? Да. И они у нас делают биороботов. Да, именно биороботами мы будем восполнять необходимый нам персонал. Кстати говоря, интересно, биороботы хоть как-то отличаются? Вот... Наверное, никак не отличаются они, да? Но они же где-то должны жить и должны где-то учиться. Интересно. А здесь биороботы есть? У нас абсолютно бесполезный вот этот купол получается, да? То есть населения здесь много. А, но они не совсем бесполезны, конечно. Что ж, чем мы будем заниматься в этой серии? В этой серии мы, наверное, продолжим с вами наращивать... наращивать с вами продолжим население. Что у нас здесь с водой? С водой все хорошо. Попытаемся нарастить население так, чтобы у нас были оптимальны... все постройки оптимально работали. И будем штамповать роботов, увеличивать таким образом население, хотя я не знаю, как это будет влиять на... Так. Здесь они тоже никак не подразделяются, да? В поселенцах. Вот у нас сейчас 234 поселенца, да? А это чуть увеличим время, чтобы у нас было видно, как только биоробот будет изготовлен. Между прочим, на него нужно 5 электроники. Электроника производства 14, расход 4 и 6. То есть 4 электроники, ну, 3,5 единицы электроники у нас уходят в плюс. На данный момент. Но хотелось бы еще больше увеличить, да? Естественно. 235. Марсиане, земляне. Марсиан больше. А, у нас детей 10 человек уже. 6 из них подростки, 70 взрослых, среднего возраста 41 человек, пожилые 49. Свободного жилья 187. То есть пожиле, у нас все в порядке. И... У нас не прибавилось он никуда. А куда он... направится? Стоп. Вот это кто у нас такой? На пенсии. А где у нас этот биоробот? Непонятно, да? Так, ладно. Давайте потихонечку подстраивать биороботов. Будем держать где-то на уровне 60 единиц нашу электронику. Вот. И немножко снизим скорость. Что ж, посмотрим. У нас отсканировались сектора, да? То есть у нас последние сектора будут сканироваться уже. И в итоге мы просканируем всю нашу территорию нашей карты. И увидим уже до конца, что нам позволено здесь... с чем позволено нам работать. Вот в чем идеал этой игры. Это... То, что ресурсов здесь... Ну, то есть ты здесь делаешь, что хочешь по факту. Ну, в рамках естественного геймплея. Так. Нам нужны геологи. Вообще нам нужны всякие рабочие. Всякие рабочие, правильно? У нас же здесь... Один медик есть? Да, один медик есть. Здесь хорошо. Здесь у нас нет никого, да? Так что мы эту ракету сажаем сюда. Лишние отсеются, улетят. И как минимум один геолог добавится сюда. Ну, должен добавиться, да? Да. Так, у нас изучилась глубинная добыча воды. И две пустые ячейки у нас осталось, да? Ага, я хотел закончить... Закончить изучение недорогих. Да, вот таких вот. Так, охранники-врачи получают плюс 10 к эффективности труда, пока работают в пределах своей компетенции. Это хорошо. Все, что не сильно много затрагивает изучение в плане научных очков на науке, мы сейчас запустим с вами. Так, что у нас еще здесь есть? Графическое сканирование. Это все уже дорогое, да? Достаточно. Да, 16 тысяч, 30 тысяч. Так, что у нас тут этот? 7 тысяч, 7, 10, 10, 15. Так, вот это у нас что, 7, да? А это что у нас? Марсианские патенты. Марсианские технологии можно лицензировать для использования на Земле. Это принесет вам дополнительные средства. 500 миллионов. Данные исследования можно проводить многократно. Ну, давайте запустим. Может быть, денежек поднимем немножко, да? Да, я думаю, что стоит. Так, ладно. Пока что мы практически все поставили в изучение, да? Давайте продолжим. Продолжим наше развитие. Да, у нас прилетели новые колонисты. Они сейчас займут эту территорию. Да? Да, вот у нас уже, пожалуйста, еще... Еще один геолог появился. Так, они будут добывать редкие металлы. Что ж, рядом с этими куполами у нас ничего нету. Угу. Нам нужно разобрать вот эту панель солнечную, да? Чтобы она... Чтобы можно было разобрать купол. А стоит ли нам разбирать купол? Может быть и нет. Давайте, наверное, повышенный уровень комфорта всем жителям в строении в радиусе этого купола. То есть, здесь можно еще один купол нам реализовать, да? Для добычи полезных ископаемых в смысле металла. Нам нужно будет еще больше геологов, да? Да. Что ж. Пока я осматриваюсь. Можете написать, как будем развивать нашу колонию дальше. Жду комментариев от вас. Ладушки, вроде мы, как бы, у нас все хорошо идет сейчас, да? Единственное, что, наверное, я хочу посмотреть, что у нас с шаттлами. Загруженность низкая. А здесь загруженность тоже низкая, да? То есть, в принципе, шаттлов нам на все хватает. Остается только развиваться. Дальше развиваться. Так. Хорошо. Так, может быть, нам стоит тогда и здесь заняться добычей металла, чтобы уж конкретно обезопасить нас от металла... от... от... той проблемы, которая у нас возникла с металлом. Да, почему бы и нет? Хотя нам на это потребуются и полимеры, и электроника, да? Так, давайте, наверное, сначала займемся чем? Посмотрим, что у нас с едой. Вот, что я хотел сделать точно. Это заняться с едой. Так, у нас тут куча инженеров, которые работают... Да, которые работают не по специальности. Так, что будем делать? Ну, давайте, во-первых, наверное, взглянем, не появились ли у нас пушажиры? Нет, не появились. Нам бы куча людей без профессии бы. Но перегонять ракету туда-сюда без людей это слишком затратно. Так, что у нас с ракетами? Давайте, наверное, восстанавливать немножко ресурс в плане денег. 60 драгметаллов отправим. Ну, получим примерно полтора лярда, да? Да, получим примерно полтора лярда. Так, у нас 741 единица еды. Давайте смотреть, что у нас с едой. Видимо, из-за того, что у нас не хватает рабочей силы, да? У нас и снижен порог. Угу. И у нас там работают инженеры, которые должны работать, по идее, здесь. Что у нас здесь с проживанием в этом купле? Свободное жилье, 24 места. Так, для постройки нового купола, мне прям просто необходима электроника. Так что давайте, наверное, снимать их отсюда и переводить на работу по профессии. С едой пока мы, наверное, справляться будем. Может и не будем справляться, да? Но, по крайней мере, как-нибудь с биороботами решим этот вопрос. Я надеюсь... Что-то они не сильно хотят переходить все на работу, да? Вот он. Зод. Зод, полярная звезда. Колонист, работающий в этой постройке, без профессии. Работает со всех сил. Плюс 20. Трудолюбие. Он? Это он? Он же, получается? Да, биоробот. Вот он, биоробот. Первый биоробот. Я его нашел. И все. Ага. И вот у нас биороботы занимают... Блин, давайте штамповать биороботов, а что? Они же не стареют, причем, при всем при этом. Так, один безработный. Кто это? Инженер, зрелость, не работает. Иди работать на электронику. В чем проблема-то? Что случилось? Что, почему ты не хочешь работать? Так, завод электроники. Все, он ушел работать. Замечательно. А здесь у нас... У нас здесь простой. Так. Что у нас с ракетами? Заполнилось? Лети домой. Вторая ракета. Заполнилось? Лети домой. Блин, черт. Заказать электроники, что ли, еще с земли? Понастроить биороботов? Грузовая ракета. Электроника. Это мы сможем построить сколько? Десять человек, да? Десять человек, миллиард. Может, сами справимся как-нибудь? Да, я думаю, что сами справимся как-нибудь. Так, ладно, давайте достраивать потихонечку еще роботов. Дроны мне не нужны, поэтому я, наверное... Блин, мне хорошо бы охватилось бы, конечно, переводить сюда потихонечку. Это кто? Геолог. Что он здесь делает? Иди-ка работай на драгметаллы. Иди-ка работай на драгметаллы. Иди-ка работай на драгметаллы. Все, еще два человека осталось. Остальные сбежали, да? Здесь есть дети. Рождение детей выключено. Да, это я, наверное, лоханулся, мальца. Так, это, наверное, купол мы тоже пока выключим. Ну, а что, он нам не нужен? Интересно, вот эти штуки потребляют? Нет, наверное, не потребляют. Так, что у нас с едой? Мне хочется включить обратно покупку полимеров. Давайте вот, наверное, здесь, да? Здесь у нас что? 16 еды. Объем экспорта поставим в десяточку. Давайте опять еду меняем на полимеры. Посмотрим. Потому что полимеры у меня явно снижаются. Явно этот завод не успевает их обработать. Кстати говоря, давайте, может быть, улучшим его. Да. Вот, вот уже торговая площадка опять работает. Главное мне теперь следить за едой. А то я сейчас опять ее все продам. В итоге останусь, да, с голым хером, правильно. И колонисты опять у меня все повымирают. Нафиг. А мне это совсем не полезно. Так, что делаем? В принципе, у нас с возникновением вот этой постройки, вот этой уникальной шахты, у нас металла, в металле нет потребности. В общем-то и в драгоценных металлах у нас тоже нет потребности уже. Мы можем все с земли завозить. Конечно, хотелось бы еще и колонистов с земли завозить. Интересно, а металл никому не нужен? Так, а что у нас здесь дальше по развитию? Вода. Это у нас глубокая, да, залежи воды? Здесь 100 тысяч и здесь 100 тысяч. Что у нас по воде, кстати говоря? Здесь 9 тысяч пока хватает. Здесь 2,5-2,7-сот. Тут, кстати, скоро закончат свою работу. А здесь 13 тысяч. То есть с водой у нас пока тоже все хорошо. Так. Мне нужны полимеры. Собственно, мне нужны полимеры. Что у нас с безработными? Безработных нету, да? Здесь у нас... Ой-ой-ой, хорошо-то как, а? Роботы впахивают, точнее живут. Впахивают-то они здесь. А что с запчастями? Так, повышенный расход электричества. Так, замечена протечка. Это где у нас такая? Все, здесь починили вы, нет? А ну, починяйте. Да, сейчас все починили, протечка уйдет. Ну, так, судя по всему, да. Опа, денег добавили. Первая ракета прилетела на землю. Вторая ракета прилетела на землю. Так, раскачиваем, раскачиваем нашу колонию. А отсюда нам, блин, одни инженеры. Одни инженеры. Че у нас в автоматическом режиме работает? Да, в автоматическом режиме. 18 инженеров. Охранники, ученые, врачи, геологи. Блин, нам нужны все, короче. Так, условно, случайно народ тут не прибавилось, желающих прилететь? Неа, не прибавилось. Как нам их раскачать, интересно? Как бы нам их раскачать? 10 человек, ну, как-то не очень хочется гонять, на самом деле. Так, че у нас тут со сканами? Сканы продолжаются. Наверху у нас, кстати говоря, приличное количество ресурсов, да? Так. Че будем делать? По идее, нам нужно штамповать роботов. Штамповать, штамповать и штамповать. Давайте еще пятачок закажем. Так, у нас здесь дроны стоят без дела, явно. Их 30 штук. Сделаем 20. 20 дронов, считай, на один купол. Продолжение того, что здесь уже даже шлака нету, да? Сейчас они шлак переработают весь? А, они его отсюда доставить не могут. И шаттлы его доставить не могут, да? Эти два дрона стоят. А, ну давайте, знаете, как попробуем сделать? Небольшую свалку вот здесь поставим. Сейчас эти дроны ринутся собирать. А шаттлы потом перевезут. Шаттлы же могут сделать? Могут. Более, шлак отсюда должен идти. Ну, должен, но он не идет, да? Че это у нас, колонист? Колонист. Так, неработающие постройки. Давайте смотреть, че у нас здесь не работает. Ну, здесь людей без профессии нужно. Когда ж у нас уже подрастет наше население? Че такое? Это, это, про, про, по дронам, да? Детей, 12 человек детей. Детей, это хорошо. Они все в мегакуполе. И они инженеры. Че, может быть, закажем тогда пассажирскую ракету? 10 человек. Ну, все-таки, как-никак. Здесь у нас было 8, стало 24. Сюда привезли, да? Еще у нас здесь 24 свободных места. И да, нам хотелось бы, конечно, геологов сюда. Очень хотелось бы геологов. Да, по 2, по 6. Ну, нормально, в общем, полимер. Да, давайте полимерный завод построим. А че нет? Где у нас безработных-то есть? Где-нибудь безработные есть? Ты кто? Инженер. Зрелость. Так, ну иди работать. На электронику. На самый нужный нам на данный момент ресурс, кстати говоря, производитель снижается. Все-таки, знаете, я че подумал. Мы так будем долго ждать, пока у нас население вырастет. Закажем все-таки мы грузовую ракету. На все бабки закажем электроники. Да. Сейчас дождемся этой ракеты. Одна ракета нам привезет сейчас сюда колонистов. У нас же здесь сколько? Вон, 84 единицы свободного жилья. Да? Замечательно. Че у нас по еде? Еда готовится, да? Даже вот каким образом они, я не понимаю. Так, ладно. Давайте-ка вот что сделаем. Мы отсюда будем народ принудительно переселять туда. Так, раз, два, три, четыре, пять. Сколько у нас здесь свободного жилья, кстати говоря? 18. Ты, девочка, у нас идешь работать сюда. Ты, мальчик, у нас идешь работать сюда. В итоге здесь двоих нету, да? Давайте еще. Ты идешь работать сюда. Забьем полностью наши заводы. Почитание не забиваются. Не знаю, почему им не нравится идти туда работать. Ну, вы же инженеры. Вы же должны этим заниматься. И мне больше всего нужны, конечно, конечно, электроника. Тут с этим никто не спорит даже. Еще троих, да? Надо как-то выцепить. Куда они деваются отсюда? Сами по себе захотели и ушли. Ладно, главное, что они не возвращаются. И это хорошо. Так, ну у нас все самоходки сейчас в автономном режиме. Вон он, да, он сразу же поехал ее хавать. Ему за радость, я так понимаю. Так. Ну и что, где у нас грузовые ракеты? Давайте увеличим время. Что-то нам на 10 человек дали всего... А, ну правильно, 10 единиц еды на одного человека. Так. Одна ракета прилетела. Это у нас пассажирская. Увеличим время. Чтобы долетела до нас еще и грузовая ракета. Так, здесь все, кому не лень, прилетели. Че ты гонишь? Так, обмениваемся полимерами, пока есть такая возможность. Нас это потихонечку будет подпитывать. Здесь у нас потихонечку будет все выращиваться. Кстати говоря, у нас опять тут засели инженеры, да, везде. Инженер, инженер, инженер. А одни инженеры, блин, да? И отсюда они опять убегают. А, они сюда перебегают. А что, здесь приоритет больше, что ли, или что? Ну, ничего. Они внутри одного купола уже работают. Так. Че у нас там с наукой? Наука пока изучается. Да, система защиты от метеорейтов. Вот это будем заниматься, как только она у нас изучится. Высокая загруженность дронов. Понятно, это у нас еду выгружают. А если у нас безработные? Безработных нету. Дети рождаются. Здесь у нас уже сколько? Да, у нас все с геологами проблема большая. Ну, геологов тоже нету. Так, грузовая ракета приплыла. Сейчас она у нас сядет. А мы тем временем выбираем наших дронов. Да? Сколько у нас здесь, кстати, дронов? 20. Давайте здесь прибавим. Пятачок. И здесь прибавим. Пятачок. У нас пятак еще остался в запасе. Ну, и здесь пятак прибавим. Все. У нас по 25 дронов в основной нашей локации. Сколько, кстати, здесь дронов? 11. Во. Давайте здесь по одному. Не, ну пока нормально. Как встану, так распределю. Так, они у нас везут электронику. Да? Куда они у нас ее везут? На универсальный склад? У нас же есть большой склад. Ладно. В общем, я к чему все это хотел сделать-то? Я хотел здесь во-первых, увеличить приоритет. А во-вторых, начать строительство ну, где-то 20 дронов, 20 биороботов. Вот так вот. 100. 100 электроники нам это потребуется, да? На это, на 20. Давайте там уж 30. 30 биороботов. Оп. Так, принимаем полимеры. Ну и как они здесь поживают себе? Почему они не будут учиться, интересно? Они же должны учиться. Или они, в принципе, не обучаемы? Нет, они, наверное, конечно, обучаемы. Но они обучаются за счет, наверное, профессии, да? Да, вот они. Ну, мы сейчас тут везде заселим этих биороботов. Так, сюда нам нужно что? Да, улучшаем. Пускай улучшат завод нам. У нас все еще не хватает рабочей силы. Но рабочей силы сейчас хватит вполне себе. Потому что сюда нам уже загрузили всю электронику, которая возможна. И можем переводить его на стандартную нагрузку. И что? С едой вроде как все более-менее. Да, она растет. И хорошо. Даже я думаю, что мы вот этот вот, вот эту, вот это раньше переведем все-таки на коров. И будет у нас, значит, страусы, коровы, страусы, коровы. А, не. Сейчас страусы доделаются. Здесь будут страусы выращиваться. Так. Замечена протечка. Где? Ну, сейчас, я так понимаю, здесь все выстроит, да? Да, выстроит. Так. У нас Ну, что, ребят, чинить будете, нет? Или вы уже и так чините? Что они, сломались? Сломались. Ничего. Мы их разберем сейчас на говно. Ну, в смысле, на запчасти. Где еще? А, вот это вот тоже разберем. А еще где? Все? Так, это у нас отсканированное. Так, и что у нас роботов уже? Так, три выстроили, да? И они все у нас идут на завод работать. И рачат на завод. Лень? Ленивый биоробот? Неподходящая профессия, неподходящая профессия. У нас так восстание будет. А если мы сейчас сюда... Как они хоть выглядят-то? Забавные биороботы. Под копирку, наверное, делаю, да? Их? Ладно. Таким образом, мы их сняли с завода. И они у нас сейчас распределятся по всей колонии. Должны, да? Давайте, сами распределяйтесь, ребят. Что у нас с ракетами? Ракеты готовы к запуску. Можно их отправлять. Они загружены? Да, загружены. То есть, мы сейчас еще немножко денежек заработаем. Нам нужно потихоньку отсюда биоро этих инженеров вытаскивать. Трудолюбие, треперы, восемь дыры. Но, кстати говоря, они себя и здесь неплохо чувствуют, да? Так вот, геолог, геолога надо отсюда перенести сюда. Давайте всех геологов, во-первых, понаходим. Сколько у нас здесь свободного? Да, дофига. 23 единицы свободного жилья. То есть, мы можем находить всех, кого найдем сейчас из геологов, сможем спокойно убирать. Вот, допустим, геолог явно. Потому что здесь нет, нет, ну да, нужно нам, необходимо все равно. Так, ну что у нас? Уже пять биороботов сделали. Система защиты от метеороидов. Во! Вот это нам нужна уж вещь. Так, где она у нас есть? вот она. Айм лазер, да? Уничтожать метеороиды в радиусе действия может между выстрелами происходит короткая задержка. цена. Ну да, Блин, все равно он тоже рассчитан на... А, ну в принципе он может защитить, да, нам? Да, он нам защитит вот здесь вот, если что. Можно как-то нам выбрать в угол камеры так, чтобы... хорошо. Это я прям точно буду ставить, ребята, потому что мне прям не понравилось, как мы в прошлый раз с вами отразили атаку. Немножко еды. Да, я снизил все-таки продажу. Ну, уровень продажи. Так, эти нас два перекрывают. нам еще здесь вот надо все перекрыть. Да, я готов на это потратить больше ресурсов, чем оно того требует на самом деле, потому что... Потому что последствия метеоритных ударов намного болезненнее, если честно. так, что-то я забыл, у нас там через шифт, да, вроде? Да. Через шифт мы, если будем делать, то... Давайте вот так вот перекроем. мы купол не перекрываем, я что-то понять не могу. Где у нас граница? Граница, а, вот граница, вот так вот, вот так вот, давайте ставить. Он еще и кабелю должен быть подключен. блин, засада. Может, тогда... Тогда вот так вот. И еще один нам нужен, чтобы вот здесь вот нас всех защитило, да, все это, вся эта бодяга. Вот так вот. Ага. Понятно. Тут-то он подключен? Подключен. А где-то тут я еще один ставил. Вот он. Он тоже подключен, да? Вот этот у нас не подключен, получается. Ну ничего, давайте проведем. Так, вроде здесь у нас защита есть, да? обеспечим защиту и здесь. В нашей инфраструктуре. Где этот лазер? Вот он. АМ лазер. Так он нас не перекроет тот купол, да? А вот так перекроет. Значит, здесь построим один. И один, еще один, точнее, построить надо вот здесь вот где-то. Неровная местность. А вот так вот. Вроде он у нас все постройки, да, перекрывает? Да. Лазерную защиту мы с вами замутили. Так. Полторашку мы отправили. Полторашка нам прилетело. Денег, в смысле. Так. Дрон у нас бездействует. Что у нас с населением? Десять. Десять роботов у нас уже перешли на рабочие места, да? То есть, здесь все хорошо. Да, они занимают как раз вместо безработных. Это хорошо. Это очень хорошо. Так, но здесь они нифига не занимают вместо безработных и здесь они нифига вместо безработных не занимают, да? Ага, один безработный появился. где? Так, это как раз биоробот. И он пока магазин художественный. Он уже куда-то устроился. Ну, я вам скажу, что, в общем-то, хорошо. Мне это нравится. Так, как только у нас еда перевалит за тысячу, можно будет еще увеличить немного. Еще немножко увеличить объем отправляемой нами продукции, в плане еды. Давайте здесь, наверное, запас уже сделаем по 20 единиц на отправку пищи. И нам все еще не хватает, ну, правильно, нам не хватает чего? Правильно, население. Что там у нас земля? Не созрела? Нет, не созрела, 9 человек, еще меньше, чем было. Может быть, у меня какие-то фильтры включены? все равно 9 человек. а что у нас за достоинство? Знаменитость, нахрен нам знаменитость, гениальность, да нахрен нам гениальность-то ваша? Нам, по большому счету, уже пофигу. мы все равно 9 человек, да? А еще есть какие-нибудь фильтры? Особенности. Так, может, мы вообще все фильтры снимем, да и все? Недостатки. Трусость, хронические заболевания, ну, ладно, хрен с ним, вот это мы оставим, конечно, ворчливость, пускай ворчит, че? Тупость, ха, тупость, лень, ленивые нам тоже здесь не нужны. Итого у нас 20 человек набралось, медики, охранники, инженеры, без профессии, 20 человек, ну, что, запускаем? Ну, что, у нас возрастная группа, кстати говоря, что у нас там возрастная группа-то? Детство нам не нравится, юность, да пусть будет, старость, вот старость нам тоже не нужна, это я согласен. Блин, я опять переименовать все хочу. Ладно, у нас 20 человек набралось, 20 человек мы ждем. Вполне себе. Особенно я жду людей без профессии. О, не, смотри-ка, ага, я так понимаю, что они обучаются только там, где они живут. Да? У нас буржуа один же? Буржуа один, да. То есть, грубо говоря, если мы вот в этом куполе поставим университет, а давайте так и сделаем, то у нас здесь специалисты тоже будут обучаться, причем удаленно, да, я так понимаю? ТРТС, брошек дронов, ТРПР, и где у нас тут университет-то? Мастерская, мала-ла-ла, па-па-па-па. Что-то я потерял. Вот, марсианский университет. Да, пускай будет так. У нас здесь, в этом куполе, получается, народ обучается. Вот они, да, здесь же обучаются. Уже трое, да, кстати говоря, да, трое. И здесь. О, и здесь они обучаются, все. И они обучаются по своим специальностям. Ну, по необходимым колонии и специальностям. Безработный один, между прочим, два уже безработных. Инженер. В смысле? Иди сюда работать. Еще инженер, да? Зрелость без профессии. Но без профессии, я думаю, ты как-нибудь сам разберешься, куда тебе попасть. Так, и у нас начинает просаживаться потихонечку. электроника. Даже не потихонечку. Так что здесь мы открываем все, кому не лень, да? Продаем жратву. Ну что ж, мы, получается, наладили производство дронов, ой, дронов, роботов, которые способны обучаться, которые не стареют. Да? Да. Ресерч complete. Марсианская приспособляемость, да, у нас выучилась? Так, долговечные постройки, это позволит нам меньше трать ресурсов, да? Курсы по технике безопасности, марсианские патенты. Это нам принесет только бабки. Что у нас добыча здесь? Улучшение экстракта, заставка на топливе. Ну, не знаю, стоит ли нам это браться вообще за это? Нет. Самоходы, я думаю, делать нам не стоит. Стоит сбор влаги. О, вот это давайте возьмем. 20 тысяч, нифига себе. Но, я думаю, что стоит, это стоит того. Локализованное терраформирование. Новое чудо марсианской науки. Купол природы Земли. Уголок Земли на Марсе. В нем поддерживается высокий уровень комфорта, и он ежедневно улучшает душевное равновесие обитателей. Планету нужно подшаманить. Но мы справимся. Илон Маск. Замечательно. А это у нас что? Широкомасштабная добыча. Чудо марсианской науки. Экскаватор. Перерабатывает марсианский грунт в бетон. Для чего даже не требуется поиски месторождений. То есть, это новая шахта, как мы только что сделали. Наблюдение за межпланетным пространством. Мир снов. Так, это у нас все уже улучшение поперли. Так, ну что? Предлагаю нам с вами поставить что-нибудь. Вот. Трудоспособность рожденных на Марсе увеличивается на 10 единиц. Вот это и недорогая. Так, ну я думаю, что нам пока этого всего хватит. Та-ра-та-та-ра-та. Ждать больше нечего. Правильно? Вроде как бы у нас здесь все хорошо. У нас единственное, что плохо, это до сих пор нет геологов здесь. Даже инженер один приперся сюда. Но мы его принудительно переместим на работу. Да все на тот же завод. Как я, интересно, от учившихся биороботов потом отличать буду. По цвету лица? Сектор скан. Да, он одни биороботы. Обучаются одни биороботы. А мы здесь этих биороботов все штампуем и штампуем. Но мы хотя бы наладили производство. Можно, я думаю, вполне увеличивать еще время, чтобы все происходило быстрее. Сейчас прилетит наша ракета. которая загружена в общем-то. А что у нас здесь свободного места? 78. То есть, если мы их здесь разгрузим, то будет самое оно. Ну, они где-то здесь распределятся. Вот я что подумал. Давайте-ка мы наладим производство полимеров полимеров у нас. Хотя, чего налаживать? Нам сюда просто работники нужны. Здесь мы сейчас поставим без ограничений и сюда народ повалит. Да? Или не повалит? у нас в принципе нету нигде свободного... Да, у нас нету нигде, к сожалению, свободного населения. Протечка. Но что, они не восстановят? А, они сюда не достанут. хотя, вон уже мчит друг наш распрекрасный. Телеколонисты, да? 285 уже человек. Ну, все себе смогут, я уверен, найти работу. Особенно инженеры. Так, что у нас с едой? 800 800 единиц. Ну, собственно, здесь можно уже, наверное, включать наши новые фермы, которые будут производить страусов. Сюда набиваются опять инженеры. Вашу мать! Почему вам здесь-то не работается, а? вот на этих предприятиях я и буду отсеивать наших любимых инженеров. На последнем. Я понимаю, что вам не хочется нифига работать здесь, потому что здесь... А, у нас здесь бездомные, вот чем прикол. Вот чем прикол. Здесь негде жить им. И здесь уже негде жить. Полимеров мало, да? Долговечные постройки у нас изучились. Прилетели колонисты и у нас одна неработающая постройка. Все остальное у нас, я так понимаю, работает в общей своей массе, да? Так, а здесь у нас нихрания работает, потому что им жить негде. Так, ну что ж, ребята, тогда уж простите. Подвиньтесь. Космобар, сходите в соседний купол. ресурсы с полимерами проблемы вечные. А здесь давайте построим умный дом, раз им не хватает здесь жилья. А мне не хватает производственных мощностей. интересно, а если нам вот этот купол убрать? Вообще, конечно, не хотелось бы его убирать. Что у нас с институтами? Вот здесь у нас вообще в аркологии никто не живет. Никто в аркологии не живет. Замечательно. 83 безработные один человек даже. Уже даже двое. Геология. Зрелость. Геология. Иди нахрен сюда работай. Есть свободные, есть свободные. Кто еще? Опять геология. Это он же, да? А это у нас охранник. Ладно, я думаю, что сейчас это все устаканится. Мало ресурсов полимеров. Куда мы активим эти полимеры? У нас что, с полимерами какие-то проблемы? Без ограничений. Ставим приоритет. И пусть он производит на полную свою мощность. Мало того, я думаю, что нам стоит построить еще один полимерный завод. Полимерный завод. как бы нам его разместить? Так, если мы его разместим, то мы сможем потом к нему трубы приделать. ты вообще будешь строиться, нет? Так, ладно, что у нас там на земле? 8. Нет, у нас ни хрена никого. ладно, что у нас с биороботами? У нас еще два строится, да? Ага, пожилые, трыпыры, взрослые, среднего возраста, марсиане, земляне 100 человек. Так, нам нужна труба. Ваше дело труба. Трубопровод. И вот так вот это будет соединено. И здесь у нас будет открыта полностью смена. Только дневная, ночную закроем. И тоже увеличим приоритет. Сектор скан. Что нам нужно для улучшения? 5 полимеров потратим. Электроника и запчасти тоже тратим. Сразу улучшаем его по полной программе. Чтобы нам производить полимеров побольше. У нас умудряются еще откуда-то безработные браться. Инженеры. Так, хорошо. Всех роботов построили. Могем еще четырех штучек закажем. Я даже не знаю штучек или человек как к ним относиться-то. Так, что у нас тут с заводами? Давайте вот это разберем. Улучшение первое, да? Плюс 50 к производству металлов, плюс 20 к производству редких металлов, плюс 40% к потреблению электричества. И нам нужно на это 200 запчастей. Так, что у нас? Дипломатия. Доброе утро, командующий. Надеюсь, вы в добром здравии. Чем мы можем вам помочь? Начать торговлю. Мы отправим 50 50 50 еды за 15? Нет, спасибо. Мы уже один раз так отправляли. Да, отправлялись. Целиком по 8. Мы лучше по чуть-чуть. По чуть-чуть мы можем сами контролировать это дело. Так, что у нас с институтами? Ну, то есть у нас уже потребность в общем-то снижается, да? Это хорошо. Да. Они обучаются. Потребность потихонечку снижается. С возникновением у нас А, я перевел всех на полимеры, да? Да, я перевел всех на полимеры и у нас здесь завод электроники встал. Но у нас завод электроники здесь не встал. И, кстати говоря, у нас здесь сколько свободного места? Свободного жилья аж 4 штуки. А что, если нам вот этот разобрать и построить на его месте новый? Запчастей мало? Куда они в сиделистве? Куда деваются они? Я улучшение начал? Так, да, я начал улучшение. А мы вытянем? Нет, я думаю, что не мы вытянем. Поэтому как отменить? Ctrl плюс правая мышка. Вот так вот отменяем. Везите обратно. Вот когда накоплю, тогда уже будем решать этот вопрос. Я нечаянно улучшение поставил, да? Марсианские патенты. И что мы за это получили? Ничего, да? Полмиллиарда получили. Так, ладушки. Что, наверное, давайте уже развивать... Давайте закончим с какой-нибудь из наук. Вот, допустим, с робототехникой. Да? Да. Да. закончим с робототехникой. И дальше будем смотреть уже по обстоятельствам. Что у нас с едой? Мы опять допродавались или как? Нет, вот здесь уже что-то вырастили. Я вот думаю, что нам еды надо держать где-то на уровне 700, так, 700, 800 единиц. Вот сейчас явно у нас 700 единиц в порядке. Но это еще вот эти два ранчо не разродились. Так, ладно, что ж мы наращиваем население, да? Детей 7, подростков 6. Марсиан уже почти 200 человек супротив землянам. Так, а что, ракету можно отправлять? Да? Вернуть на землю? У нас же сейчас новая, я так понимаю, пролетит? А, нет, не прилетит. Это китайцы прилетели. Пару полимеров нам привезли. Что ж, ладушки, мы закрыли некие потребности биороботами. Давайте, кстати, посмотрим, как у нас есть постройки, колонисты, колонисты, да? Профессия, профессия, интерес, достоинство, особенности. Есть у нас, о, биоробот. Купол номер 5. Мне не нужен купол номер 5, мне нужна вся колония. Биоробот. О, безработных нету. Сколько у меня биороботов вообще? Что это такое? Что у нее? Она у нас работает вот здесь вот, и она у нас, постройка сферах заполнена, отдых минус 10, закрыто, закрыто. А что она у с профессией? Давай переведем ее вот сюда. Да и все. И сразу все хорошо у нее станет. Так в итоге на сколько человек-то? У нас прилично их, уже? Как посчитать-то? Никак, видать. да, но их уже дохренища. Это хорошо. А если посчитать? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, да? Так, кирк был последний, пятнадцатый. 16, 17, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Все задимся, 253, 53, 53 биоробота у нас. Прикольно? Хорошо. Опа, нифига это, я его в красный цвет что ли построил? А как это так? Или я все-то в красный цвет построил? Это в командном центре, да? Цвета строительства. Красная сталь, тропический лес, терраформирование? Да, я тебе, терраформирование поставим. Может быть мы в следующем? Не, мне не нравится. Цвета строительства, давайте Surveering Mars поставим, как есть, так и есть. Да. Беленькие. Пока. Может быть новую главу мы чем-нибудь новым займемся. Так, а что еще у нас есть? У нас же есть какая-то новая постройка, да? По-моему, которая очищала нам, вот, трибоочиститель. Пять электроники. Везде нужна эта долбанная электроника. Вот что. Везде нужна эта долбанная электроника. Так, ну, мы здесь разобрали зданица. Надо поставить, как бы, новое. Что, Европа больше не предлагает? Да и хрен с вами. Мало ресурсов электроника. Ну, ребят, мы как можем, стараемся ее производить. Вот честно. Ага, вот они уже отучившиеся инженеры наши. Биороботы при этом. Ништяк. Электроники все мало у нас. Да нормально у нас электроники. 14 производим. А, 14,4 потребляем. То есть нам нужно увеличивать, да, электронику. Так, а здесь у нас что? 22 производим. И 11 там с копейками. Сектор сканал. Анномали фау. Так, отсюда они уйдут, да? Полимеров мы вроде как немножко подстроили. Ставим здесь обычный приоритет. А сюда они уйдут. А, нет, без ограничений. Почему? Можем здесь повыше приоритет поставить. Я думаю, что сейчас сюда прям ринутся у нас биороботы работать. Да. Биороботы отсюда ушли и пришли сюда. Ладно, ставим обычный приоритет. Я думаю, что у нас сейчас с полимерами здесь все наладится постепенно. Что ж, будем продолжать строить биороботов. Но это как минимум хорошая рабочая сила. Но только после того, как приличное количество сможем построить, ну, то есть произвести электроники. на этом, ребят, я закончу эту серию по сервивинг марс. Если бы вам понравилась серия про внедрение биороботов в нашу колонию, ставим палец вверх. Подписываемся на мой канал. С вами был СОП. Увидимся в следующей серии. СОП.